Наш город это, конечно, город с очень древней, очень насыщенной историей. Город форпост, город воин, город, который встречал любого ворога, который шел с запада. Россия начинается здесь, потому что здесь въезжающий в Россию человек встречает первый раз русскую глубинку, русские реки, озера и природу. Местная рыба из реки Великое и Чудского озера, судак, лещ, налим, щука. Клюква, брусника, черника, голубика, малины очень много. Традиционный псковский хлеб, который называется кокоры, они пекутся из неподошедшего хлебного теста, обычно к завтраку, и подаются с чухонским сливочным маслом. Псковская традиционная каша из пшена с горохом, называется она глазуха. Традиционное для псковщины блюдо, которое в виде десерта подается, внизу овсяный кисель, сверху ягодный кисель. Как видите, мы успели сделать эту картинку. Если разобраться, то каждая такая картинка – это не однодневный труд. И именно на кокоры и на какие-то другие блюда, которые мы тоже название должны выучить, должны приезжать в Псковскую область люди, гости. Сочево – это едят на Рождество. Приготовлено из пшеницы, с цукатами, медом и лесным орехом. Пельмени, запеченные в сметане с сушеной ботвой моркови. Местный псковский судак, выловленный в Чудском озере, мы его маринуем с репчатым луком и ягодами на жире. Позвищу приветствовать Андрея Лебедевича, повар в сегодняшней нашей площадке. Псковский судак, выловленный сняток, выловленный сняток. Вяленая плотва – это хороший гастросувенир, который можно увезти из Пскова. Интереснее быть дома и пригласить кого-то к себе. Мы рассчитываем, что будет гастрономический туризм. Мы все к этому готовим. Надеемся, что с сегодняшнего дня можно больше участников от нашего региона присоединиться к этой инициативе. Поэтому мы ожидаем и рестораторов, и производителей. Скобар, Бебешкинский, Скобаренок. Мы производим сыры по уникальным рецептурам. У нас есть абсолютно все. У нас есть птицы, у нас есть молочная продукция. Все, что есть на псковской земле, в общем-то, есть в нашем ассортименте. В 2014 году наша пиловарня заработала аутентика в каждой капле. Это наш девиз. Это старинный рецепт огурцы с дубовыми листьями. И эти листья, этих дубов как раз у нас используются в засолке заготовки огурцов. У нас в кооперативе Печорские дары, которые производят травяные чаи, варенье. Мы хотим, чтобы деньги крутились на три региона, не уходили. Ты кушаешь ту продукцию, которую изготавливает твой сосед. А сосед у тебя покупает какую-то услугу или то, что делаешь ты. Это как раз суть локальной экономики. Редактор субтитров А.Семкин